Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. В эти дни работаем в Санкт-Петербурге, говорим об инвестициях и новых экономических реалиях. В нашей студии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Добрый день. Рада вас видеть. Взаимно. Сахалинская область, нефтегазовый регион. Расскажите, пожалуйста, как сегодня развивается эта отрасль и будет ли на полях Петербургского международного экономического форума обсуждаться перспективы развития этой отрасли в регионе. Да. Посмотрите. Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3. Успешно работают проекты и в этом смысле, скажем так, базовая конструкция сохраняется, но появляется нечто новое. Например, переработка углеводородов. Так. Эта работа сейчас ведется по созданию обоснования инвестиций, это часть проектирования. Ведет Эспром, специализированные организации, проектные организации. И мы фактически выходим на то, чтобы газовый конденсат перерабатывать на авиационный керосин, дизельное топливо и бензины. Это новое направление? Да, это новое направление, безусловно. Теперь, почему, собственно говоря, возникла идея создания такого производства? Восток, поскольку мы становимся промышленным регионом. У нас появляются глубоководные порты. И в этой ситуации продукцию можно тогда продавать зарубежные. Логика развития такая, смотрите, добыли в трубу и отправили на материк. Это один уровень отношений. Когда сами перерабатываем и отправляем за границу продукцию, это второй уровень. И добавленная стоимость появляется. И так далее. Значит, теперь смотрите, с Газпромом мы делаем сейчас работу по переводу всего транспорта на газ. Подписали соглашение, сделали большую программу, в соответствии с которой дочерняя компания Газпрома делает для нас заправочные комплексы по всему Сахалину. Сколько примерно? Закрываем весь Сахалин. Смотрите, я вам скажу так. Значит, там эти цифры существуют, но они не важны по одной простой причине. Потому что делается сеть на тот уровень, который существует. Потом появляется техника по годам. Значит, эта сеть расширяется и развивается. В этом смысле я скажу так. Мы спланировали закрыть все. Сто процентов. Значит, и получается следующая ситуация. У нас уже более пятидесяти процентов автобуса на газе. За ближайшие три года мы полностью переведем коммунальную технику на газ. Полностью. Но это же модернизация определенная. Это, смотрите, фактически мы будем покупать новую технику. А вот то, что вы говорите о модернизации, это мы сейчас не можем найти всю технику на газе. И поэтому ведем переговоры с теми, кто занимается двигателями газа. И пытаемся машиностроение сложить вот с двигателестроением. Потому что газ в дворе дешевле сегодня, чем дизельное топливо. Раз. И второе. Экология. Знаете вы или нет, что Сахалин это будет первый регион в России, который перейдет на углеродную нейтральность с 26 года. И мы будем не только первыми в Российской Федерации, в Азиатско-Тихианском регионе. Будем первым регионом, который перешел на углеродную нейтральность. Понимаете? Мы сейчас просто колоссальными темпами уходим от выбросов СО2. И работаем буквально тотально. Вот в частности переводим транспорт на газ. Потому что большой выхлоп СО2 идет от техники. Ну, с другой стороны, переход на углеродную нейтральность еще несколько лет назад форсировался нашими европейскими партнерами. Да. Насколько мы были завязаны на многие деловые связи. Сегодня это по-прежнему для нас одна из первостепенных задач? Однозначно. Знаете, давайте я вам скажу простую вещь. Произошла промышленная революция. Она произошла не вчера, а некоторое количество лет назад. Отсюда и цифровизация появилась, отсюда и климатическая повестка появилась, отсюда и беспилотники, отсюда и искусственный интеллект. Это все, ну скажем так, некая часть процессов, которые происходят в связи с этой промышленной революцией. Что такое углеродная нейтральность? Это развитие атомной энергетики. Это развитие водородной энергетики. Кстати, водородный полигон в этом году начнет работать на Сахалине. Значит, это эффективное использование энергии. Эффективное использование энергии. Ведь, смотрите, мировые лидеры, в частности, компании Сахалин-1, Сахалин-2, они отчитываются каждый год перед общественностью мировой. И показывают, что они уменьшают выбросы СО2. Знаете, каким образом они это делают? Они просто уменьшают количество энергии, которую потребляют при добыче и транспортировке нефти и газа. Я извиняюсь, это фактор эффективности. Ведь мы сегодня наводим порядок в коммуналке, понимаете, не только переводя с угля на газ, но и просто-напросто уменьшаем количество потребления энергии за счет эффективности. Ну это и определенная доля ответственности опять же. Отлично. Совершенно правильно. Поэтому я вам скажу так, вы говорите, а это актуально? Повышение эффективности? Конечно, актуально. Всегда было и всегда будет. Возвращаясь к вопросу транспорта, поскольку, я знаю, вы планируете развивать не только глубокую переработку углеводородов, но и другие производства, вопрос транспортной доступности, логистики стоит достаточно остро. Да, и не просто остро, но еще и перспективно. Я объясню, почему. Вот смотрите, значит, обратите внимание, островные государства, такие как Англия, Япония, Сингапур, они ведь развиваются, ну скажем так, достаточно динамично в течение, скажем так, столетий. Благодаря чему? Благодаря логистике. Благодаря тому, что они создают транспортные логистические хабы. Это принципиальная вещь. Это круче, чем нефть и газ. На полном серьезе говорю. Потому что смотрите, Сахалин это огромный остров. Он находится практически в центре Азиатско-Тихоокеанского региона. И он должен быть участником логистических проектов. И мы поэтому делаем два глубоководных порта. Это Корсаков и это Паранайский. Вот Корсаковский порт уже в этом году будут работы по его модернизации. Разработана проектная документация, прошла экспертизу. И уже объявлены конкурсы. И уже там через месяц выберут подрядчика, который будет делать эту работу. И несколько этапов разведения. Смысл простой. Там будет глубоководный порт, защищенный от волны специальным гидросооружением. У нас незамерзающих получается четыре крупных порта. Еще Невельский и Хомский. И если будет мостовой переход, над которым сейчас мы работаем по поручению президента, то железная дорога выйдет на все эти четыре порта. И тогда можно будет транзитные грузы перебрасывать. И это будет очень эффективно. Как раз хотелось спросить про мост. В каком состоянии сейчас находится этот вопрос? Предпроектные работы уже проведены. И мы сейчас пытаемся заинтересовать все стороны. Железная дорога, правительство. С тем, чтобы приступить к обоснованию инвестиций. Это первая фаза проектирования. То есть работы ведутся, к большому счету. Да, ведутся работы. И мы хотим сейчас, чтобы перешли в практическую плоскость. Чтобы начали делать проект с первого этапа. Он называется обоснование инвестиций. Тогда появится цена. Тогда появятся расчеты и объяснения. Отсюда появится инвестор. Потому что часть дороги... Получается, что цена складывается из стоимости моста и из стоимости подъездных путей. Вот подъездные пути это не коммерческая история. Это развитие территории. А сам мост это коммерческий проект. Он может на конституционных началах быть. А значит можно привлечь, ну скажем, рыночные деньги. Или, например, рыночные деньги с субсидированием каким-то. С тем, чтобы экономика сложилась. Вообще формат взаимодействия в рамках ГЧП. Насколько эффективно развивается Сахалиня? Очень эффективно. Но у нас, по-близи, на 150 миллиардов сейчас. Проект на сумму около 150 миллиардов по концессии. Я просто помню те времена, когда к ГЧП достаточно осторожно относились инвесторы. И с трудом понимали, как работать в таких форматах. Я так понимаю, сегодня это наиболее удобная форма взаимодействия между государственными бизнесами. Смотрите, я вам скажу так. Вот если добавить к вашей фразе для тех, кому доверяет бизнес, то тогда сложится все на 100%. Потому что фактор доверия здесь главный. Сахалину бизнес доверяет. Поэтому и ведутся с концессией. А Сахалин бизнес? Ну, соответственно, Сахалин бизнес. Спасибо. В нашей студии был губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко. Спасибо. Спасибо.